Всем привет, дорогие мои подписчики! Сегодня я хочу показать вам одно из самых известных мест Дубая – Золотой рынок в районе Дейра. Некоторые называют это место «Золотой базар», но смысл от этого не меняется. Расхожие мнения о дискриминации в отношении арабских женщин на деле оказываются несколько преувеличены. В любой арабской семье женщина должна слушаться мужа, но она всегда принимает участие в решении важных вопросов. Например, в покупке золота. То, что в Эмиратах замужние женщины живут как в тюрьме – это миф. Да, на улицах их почти не видно, те, что есть, ходят в национальной черной одежде, но выходят они в ней обычно из последней модели Лексуса, Мерседеса или Тойота Ланг Крузер. Когда-то арабский муж мог в любое время сказать жене три раза «Талак, талак, талак, уходи», и это значило, что он с нею разводится, и она должна немедленно убраться из его дома, взяв с собой только то, во что она была одета. Поэтому женщины на всякий случай в то время все подаренное им золото носили на себе. Сейчас, конечно, это устарело, но женщины по-прежнему носят на себе килограммы золота, а мужчины дарят золото вместо цветов. Чем больше весит подарок, тем сильнее любовь. Чем больше весит подарок, тем сильнее любовь. Чем больше весит подарок, тем сильнее любовь.